Десятки пострадавших доставлены в больницы Еревана после массовых беспорядков, вспыхнувших возле территории полка ППС. Зацепление попыталась прорваться толпа протестующих. Полиция дала отпор. Столкновения продолжались до поздней ночи. На центральных улицах звучали выстрелы, взрывали светошумовые гранаты. Напомню, в захваченном здании полиции остается вооруженная группа, которая удерживает в заложниках медиков. Римма Берулава о событиях в столице Армении. Светошумовые гранаты и дымовые шашки полиция применила, когда толпа демонстрантов попыталась штурмовать полицейский кордон. Нескольким сотням протестующих удалось прорваться за оцепление. Начались ожесточенные столкновения, стрельба. Сражей порядка полетели камни. Все началось с перестрелки до территории части, где уже две недели держит оборону вооруженная позиционная группировка. На митинге в их поддержку кто-то крикнул, что начался штурм здания. Толпа двинулась с площади свободы к месту захвата окольными путями. Некоторые лица распространяют дезинформацию о том, что на территории части патрульно-постовой службы осуществлена спецоперация. На самом деле группа лиц пыталась проникнуть на охраняемую территорию. На данный момент никакие действия полиции не проводятся. Мы призываем граждан воздерживаться от противоправных и провокационных действий. В результате столкновений пострадали 60 человек. Они доставлены в больницы с осколочными ранениями и ожогами. Полиция задержала более 130 демонстрантов. Пострадали также сотрудники СМИ. Были избиты местные съемочные группы, которые транслировали происходящее в прямом эфире. И оператор российского телеканала «Лайф». Он получил тяжелые ранения. Полиция Армении обещает расследовать эти инциденты. Но сначала людей долго пытались успокоить. К демонстрантам вышел полковник Валерий Осипян, который целую неделю был в плену вооруженной группировки. И сразу после освобождения вернулся к службе. Уважаемые граждане, ваше собрание незаконно. Прошу вас, отойдите назад. Вызовите скорую. Женщине стало плохо. Несмотря на запрет, люди собрались и у отцепления. Здесь несколько сотен человек. Полиция просит их разойтись. В район беспорядков были отправлены усиленные наряды полиции и военных. Однако толпа встала на пути спецтехники. Протестующие не пропускали стражи порядка к захваченному зданию. Стоять! Не пущу! Народ, идите сюда. Их нельзя пропускать. Они стреляют в наших. Мы должны им помочь. Пострадавшие есть и в результате той самой перестрелки, которая спровоцировала беспорядки. По информации пресс-службы МВД Армении, захватчики открыли огонь. После того, как стражи порядка начали стрелять в ответ, был ранен один из членов группиров. От госпитализации он отказался. Судя по всему, первую помощь ему оказали заложники. Трое медиков были взяты в плен два дня назад. Позже сотрудники правоохранительных органов ранили еще двоих налетчиков. Пострадал и один полицейский. Их доставили в больницу. Служба национальной безопасности Армении на днях предъявила вооруженной группировке «Ультиматум». Потребовала освободить заложников, сложить оружие и сдаться. Реакция не последовала. Более того, оппозиционеры продолжают настаивать на своих условиях. Среди основных – освобождение из-под ареста лидера группировки Жирайра Сафеляна, осужденного месяц назад за незаконное приобретение и хранение оружия. Также захватчики хотят, чтобы к ним прибыли хирурги и провели операции раненым. На территории части круглосуточно дежурила скорая помощь. Но власти на это не идут. Опасаются захвата новых заложников.